Мы доделали нашу семерку. Мы потратили за два месяца 4 миллиона. Но двери открываются уже, в принципе, неплохо. Оу, шит! Нажимаешь и отъезжает. Нажимаешь и отъезжает. Мотору оживлять смысла не было никакого. Вляпываемся еще на N сотен тысяч рублей. То есть она не поедет. 50 на 50, это как встретить аназавра или не встретить. Вау, ты это видел, да? Сколько этой машине летит? Порядка 50 лет. Она как мой батя просто. Это мой мотор. Но у меня, смотри, есть, короче, две почки, а можно жить с одной. Пока мне не смотрится, да? Привет всем BMW Дрочером. Пока мы делали нашу драгу во всех смыслах Е38. Наступила зима и уже очень холодно, но приближается Новый год. А мы хотим подготовить для вас наш новогодний подарок. Пацан, успех ушел. Не получилось, не фортануло. Вы мне сейчас и спрашиваете, почему ты не говоришь, что будет видео? Так вот, я делаю вам маленький тизер. Мы всунем в нее мотор, который не заводился 15 лет. Шансов, что она, в принципе, поедет очень мало, но вы это увидите все своими глазами. Ходовую, чтобы она очень нежная и плавная и вообще вкусная шатала московские дороги. А самое главное, чтобы пассажиры внутри нее не шатались при этом. Будет очень много всего интересного, поэтому запасайтесь всем съестным и погнали. Погнали! Ребят, давайте сейчас остановим на секундочку видос. И я записываю сейчас это, вот это вот все. Спустя почти полтора месяца, как вы видите меня еще с теми волосами блондинистыми. Зачем вообще я записываю эту вставку? Объясню. Когда мы брались за проект Е38, я наивно полагала, что мы справимся за малое количество времени. По итогу вы узнаете, что я потратила уже... Говорите, сколько? Смотрите это видео, ищите момент, когда я скажу, сколько мы уже потратили на нашу дорогую Е38, которая находится сейчас в состоянии шампура и пескоструя. И мы ее даже не закончили еще. А сейчас вы увидите, как Женя приступит к осмотру нашего почти мертвого V12 и вынесет свой врачебный вердикт и скажет, положим мы еще дополнительных несколько тысяч рублей. Блин, какие тысячи? Сотен тысяч рублей на эту тачку. Пытаемся снять свечи и посмотреть эндоскопом в цилиндры, что у нас там происходит. А вон эмульсия, смотри, какая классная. Смотри, сколько ее здесь. Увидев эмульсию в системе охлаждения и в двигателе, мы решили посмотреть на цилиндры, что там живые или не живые, какая степень износа, потому как есть ли смысл его оставлять вообще в живых. Потому что эмульсия в двигателе и в системе охлаждения говорит о том, что могут быть проблемы серьезные, могут быть нет. Поэтому мы стали выкручивать свечи, чтобы провести эндоскопию, как бы посмотреть глазом своим цилиндрам. Ее продали, скорее всего, с этой ерундой. Просто, скорее всего, заменили масло. Промыли систему охлаждения, все залили и отдали вам машину. Вы доехать, доехали, потому что она не перегревалась. То есть по трассе хороший обдув, она не перегревалась. А когда поехали на замер мощности, соответственно, ее подогрели, вот тебе эмульсия вся и вылезла. Похоже, что-то прогорело во время испытаний, и это просто катастрофа. Ну, случайно, не в совсем плохом состоянии. Ну, давно не меняли. Ну, в принципе, то же самое. Есть ли какие-то изменения после? Ну, да, чем дальше, тем богаче смесь. Чернее, чернее, чернее. Переливало топливо за счет тех ошибок, которые есть, скорее всего. Ну, надо сейчас будет разбираться, сейчас посмотрим, что там внутри. Левой стороны обмешает блок АБС, и как бы немножко сложнее будет его снимать. Да, здесь демонтируем, просто чтобы дались, ну, потому что неудобно, не залезть ни ключом, ни руками. Блок АБС не будем демонтировать, а сейчас патрубки там, ну, там лишние шланги все уберем. Новые фильтра радуют. Классно сделан переходник, вот она лопнутая. Взяли просто шланг, прям раз, и все, типа, красиво. То есть из-за этого мотор мог тоже подстраивать. Приобрели новый эндоскоп, потому что на предыдущем эндоскопе слегка зацарапанная камера, и особо ничего не видно, а сейчас этим мы сделаем картинку чуть ли не в ажде качестве. Пока Женя делает кардиоскопию нашему мотору, я просто по фану решила зайти на дрон и посмотреть, сколько стоит тачка в идеале уже вот готовая в музейном состоянии. Семерка. Два миллиона рублей. И если раньше я думала, пипец, кто отдает 2 миллиона рублей за машину 98-го года, они что, долбанные? То сейчас я понимаю, что это всего 2 миллиона рублей, потому что здесь я еще не знаю, сколько мы вообще впарим денег. Это типа тросиковая какая-то система? Да, тросиковая система управления эндоскопом удобнее, чем ставить там зеркала и так далее. Ну, есть натиры, скажем так, начинающиеся. А, вот есть небольшие задиры, похоже. Получается у нас 7-й цилиндр. Есть натиры, там поршень стоит высоко, в принципе, но видно натертости то, что поршень болтается. Износ двигателя приличный. Так, ну, 9-й, надо мотор проворачивать, везде грязь. Ну, в принципе, вот даже с учетом того, что поршень вверху, видишь, ну, как бы примерно в середине, но тоже набивка вот этого на цилиндре. А вот и задиры есть. Это даже с учетом того, что мы не опускали, но видно, вон, видишь, царапины. Последние 12-й цилиндры, вот то же самое, та же самая задиры. Так, это у нас получается, оп, 6-й цилиндр. Ну, эта сторона получше. Какая тут классная штука. Вот он, кусочек прокладки. В принципе, та же самая картина. Какое-то время мотор бы еще поездил, на самом деле. Непонятно, что-то на стенках цилиндра. Ну, а на гильзе на самой, как будто что-то... Или это грязь просто попала? Наверное, грязь попала. Была плохо закручена свеча и выкидывала наружу масло. Посмотрев все цилиндры, мы немножко пришли в разочарование, так как этот мотор оживлять смысла не было никакого. Получилась бы, ну, минималка, скорее всего, там, 50 тысяч цилиндров. То есть, грубо говоря, ремонт мотора вышел бы в 600 тысяч. Так как на нем 12 цилиндров. Женя глянул мотор, и, как вы поняли, замена просто неизбежна. А это значит, что мы вляпываемся еще на N сотен тысяч рублей. Это грустно, я не спорю. Но, как говорят великие люди, что для обычного человека горе, для блогера контент. Самое смешное в этом плане, это то, что история, как мы убирали машину, она идет из разряда, за что боролись, на то и напоролись. Потому что мы объездили пол России, чтобы найти машину с живым мотором. Это был наш единственный запрос. И по итогу он не оправдался. То есть, мы приехали в Нинск, купили машину через знакомых, пожали руки. У нас был ручной договор. По итогу все равно тачка оказалась вот такая вот немножко инвалидка. Ну что, ладно, едем дальше. Может быть, какие-то хорошие новости от этой машины можно ждать. Логичный вопрос в вашей голове. Что в этом видео забыл вообще Ford? Как он здесь оказался? И почему он красный? И почему это не BMW? Это Женина тачка, которая является в первую очередь главным доказательством того, что Женя вообще умеет работать руками. И он собаку съел на реставрации. То есть, нам нужен был человек не просто, который может что-то отремонтировать, а который может взять проект и под ключ его закончить, завершить, довести типа от начала машину, которая была изначально угашенной. Сделать из нее машину, которая будет не стыдно показать в Мюнхене, в глав офисе BMW, вот что, вот мы отреставрировали. Смотрите, можете забирать в свой музей. Сегодня мы в таком комбойском луке не просто так. Если вы сомневаетесь в компетенциях Жени, то сейчас Женя вам представит прямое доказательство, что он спец в вопросе, которым занимается. Женя, вам слово. Вот восстановленная машина, которой не было практически 30%. Что ты сделал с ней по пунктам? Давай вот начнем. Переварено 30% кузова. Не было нижних частей крыла, задняя панель дырявая, полы дырявые, лонжеронов не было. Все это было переварено усиленно. Сейчас Женя будет рассказывать про эту машину от и до, что он конкретно сделал, и как он ее купил, почему он ее купил. Это очень интересная часть, поэтому не перематывайте, посмотрите, и вы поймете, что на самом деле Женя это очень крутой чувак, который знает, что он делает, и может не только делать с руками, но еще и других людей заряжать вот этим вот общим делом и рождать что-то очень крутое. Короче, смотрим. Сейчас в данный момент машина укомплектована, ну скажем так, 100% оригинал. Сколько этой машине лет? Порядка 50 лет. Она как мой батя просто. Пап, сори, но ты выглядишь не так круто, как эта тачка. А все потому, что надо бросать курить. Что родного осталось? Родное на ней практически все. Родное в плане запчастей. Ну, я ее красил, но это предварительная покраска. Сейчас зимой будет перекрашиваться машина, будет перешиваться полностью салон. Могу сказать, что салон до 50-летней тачки очень хороший, если вы не перешивали, и он оригинальный. Салон родной, никто ничего не трогал. Здесь даже вот видишь, очень хорошие владельцы пытались ставить колонки, видишь дырки в обивку. Короче, объясняю. Женя является экспертом в направлении БГТ-сервис, то есть он спец по техничке. Он не занимается салоном нашей Е38. Мы его будем передавать в БГТ-пошив, который шили и мой гелик. А те, кто смотрели серию с геликом, понимают, насколько офигенно они сделали всю кожевенную работу. Это прям было супер-класс. Поэтому Женя тоже скоро передаст салон от своего Форда в БГТ-пошив, и у него будет все супер по салончесу. Было очень много колхоза, и, соответственно, не совсем хорошие руки. Оставили кучу соплей, поэтому перешивалась полностью вся проводка. Каждый лак от моторки и до задних фонарей. Но эта тачка не пескоструилась, как я понимаю. Нет, она не пескоструилась, она вышкуривалась. Ну, потому что металл, в принципе, толстый, коррозию убрали, насколько могли. Но все равно очаги как бы еще повылазили. Это предварительная покраска. Зимой будем перекрашивать уже в ее настоящий родной цвет, который будет уже постоянно. Самое прикольное, что, как ты говорил, эта машина стояла у тебя в автосервисе. Да. Там, где мы были. Да. И я ее не замечала. Знаете, почему? Потому что она была просто не помыта. Она просто в углу стояла. Такая неприметная. А тут ее помыли. Я знаю, что 50-летние машины, они, скорее всего, обочинут с механикой. Ну, родной мотор был 1.6 на механике. Он прекрасно работал. Прекрасно работала коробка после того, как мы его перебрали. Но я решил заменить. Поставил V6 2.3, его родной фордовский мотор с коробкой C3. Теперь она на автомате, да. И больше кайфа ездить по Москве по пробкам. Офигеть. Ну, это очень круто. Но ты еще и мотор полностью перебирал, ставил туда другой, подключал его. Нет, здесь мотор стоит, который я не перебирал. То есть я взял мотор с машиной. Скажем так, машина очень долго стояла у людей, пробега 90 км. Я не верил до тех пор, пока не полез его менять. Так что сейчас, в принципе, можно сказать, что новый мотор. Свежий. Просто конфета. Просто конфета. Посмотрите на нее. Ну, это же конфета Ротфронт. По твоим примерным подсчетам. Стоимость умалчивает. Но она превышает, скажем так, миллион рублей точно. Не надо этого говорить. Почему? У меня жена же это смотрит. Для меня эта машина, она показатель того, насколько Женя трепетно относится к машинам. Особенно олдскульным, янгтаймерам. Наш бумер, я надеюсь, будет в такой же кокорте машин. Не надеюсь, а он будет. И как вы видите, чтобы мы не были голословными, которые просто говорят, что мы восстановим машину. Она будет в идеале. Она будет как завода. Вот, пожалуйста. Вот эту машину поставить в какой-нибудь музей Петерсона, который в Л.А. И никто даже не поймет, что эта тачка была восстановлена в России, ребят. Она вот как будто с конвейера только съехала. Вот это стиль, конечно. Вот это стиль. Что значит Эдель Брок? Воздушный фильтр, ну как бы тюнинговая компания. Мне он достался просто по случаю. И красивый гайка, вообще огонь. Ох, да. Окей, а сколько мне интересно вообще внимания на эту машину обращают люди? Каждая вторая машина, либо каждая. Особенно летом кричат, у вас офигенная тачка, кто-то на светофоре, вы как с кино. Машина как с кино. Нам нужен такой эффект с нашим бумером Е38. Это обязательное условие его восстановления. Блин, Жень, я хочу тебе просто пожать руку. Спасибо, что ты вносишь вклад в автокультуру, как будто министр транспорта. Ты бы хотел оказаться на этой тачке в Америке? Там под музыку такую еще, как будто в этом. Кантри, Форест Гамп, когда там музыка такая играет. Женя позвонил мне и сказал, Ангелина, выкладывай кэш на стол. Я выезжаю на охоту за новым движком, понятное дело, за контрактным движком на наш Е38. Я поняла, что этой траты не избежать, если мы хотим восстанавливать машину в идеал. Все-таки, чтобы мотор был почти как новый. С маленьким пробегом придется еще бабок вкинуть. Но также я утешала себя мыслью о том, что этот движок, который мы снимем с нашей Е38, мы сможем потом продать. В принципе, на запчасти он хорошо пойдет. У вас, наверное, у многих вопрос, а почему, в принципе, мотор умер? Что послужило причиной его такой скоро постижной смерти? Вы узнаете об этом. И когда я узнала, из-за чего он кокнулся, я очень сильно удивилась. Я даже не поверила сначала, что вообще такое бывает. В связи с сложившейся ситуацией и с тем, что рынок запчастей немножко у нас обеднел, и то, что таких моторов V12, которые стоят на нашей BMW, скажем так, их просто нет. С поисками друзей, как бы через какие-то площадки, мы нашли одну контору, которая возит запчасти непосредственно из Японии и гарантирует честность пробега и состояние мотора покажет. Приехали мы в Баварский гараж по поводу двигателя. Вот Сергей, представитель, сейчас нам будет показывать мотор, будем смотреть, как что, ну и, соответственно, решать, потому что мотор нам нужен. К сожалению, деваться от этого некуда. В принципе-то вроде выглядит красиво. Ну да, он выглядит красиво, как все высохло. Не, ну понятно, что... Высохло настолько, что... Ух ты! Так, а получается три мотора, то есть на вот это еще, да? Да-да-да. Это ту, которую заводили. Ну, этот тоже более-менее. Этот, походу, красили уже эти. Возможно. И вот такой мотор. Здесь вот немного японского тюнинга. Слушай, ну этот мотор вроде визуально красивый, но что-то он мне не вставляет. Не знаю, но есть все-таки у мотора, у машины тоже есть аура своя какая-то. Но есть ощущение, подключишь, смотришь. Это что-то, ну, не знаю. Выглядит хорошо, замечательно. Можно покупать, ездить. Как бы я думаю, что он будет ездить. Ну, не знаю, что-то есть. Здесь основная задача, что они леворукие. Да, что-то есть атакующее. Потому что если сталкиваются с моментом ставить отправорукой, то колокол, где стартер, там заводская заглушка, то есть она литая, ее нужно вырезать. А вырезать это, естественно, в станке. Мы сталкивались с этим, вырезали вручную. Три дня тут ее резали. А здесь, то есть без проблем. Три варианта у нас. Один, второй, третий. Да, любой выбирайте. Да, в принципе. Давайте, наверное, вот этот вскроем. Посмотрим эндоскопом. Если все гуд, то, ну, смысл я не вижу. Там лазит через три. Это понятно, это работало. Ездило. Короче, либо этот, либо тот. Посмотрев три мотора, мы остановились на самом невзрачном. Можно сказать, гадком утенке, который выглядел не совсем красиво. Слегка присутствовала и плесень, побежалась там, ну, скажем так, небольшая коррозия. Какая-то на моторе. Но по рассказам ребят и по документам у него был самый маленький пробег. И дело в том, что на нем не трогался ни один болтик. То есть рука человека туда еще не лазила. Так как я очень часто пользуюсь услугами, допустим, разборок. Исходя из опыта, то, что многие детали люди специально готовят для продажи. То есть, как бы, наводят лоск, красят, чистят там и так далее. Иногда берешь такую деталь и попадаешь с тем, что у тебя либо зазоры не встают, либо еще что-то. А тут, как бы, деталь, которую просто отпилили, грубо говоря, с целого кузова, стоит грязная, непонятная. Так же и с этим мотором произошло. То есть мотор стоит, да, он есть, он грязненький такой. Где-то стоял там несколько лет, его не заводили, весь такой ржавенький. Ну, как бы, этот мотор, я думаю, и выстрелит. Сейчас мы смотрим хром, потому что нам на машину нужен комплект хромомолдингов с хромом, чтобы, грубо говоря, воссоздать ее в первоначальном виде, какая она должна быть. В принципе, что, так-то, если вот, считай, молдинги с хромом нижние есть. Ну, вот эти молдинги, вот эти задние, вот видишь, здесь должна быть резинка. Они все высыхают и сыпятся. Ну, понятно. По-моему, на одной машине прям новые приехали, вот на той черной. Ну, здесь еще нам, смотри, нам надо средние молдинги, грубо говоря. Так она у нас лонг, да? Нет, она у нас обычная, вот такая. Короткая? Короткая, да. Это лонг. Это лонг. Да. Подожди, у нас нет, у нас короткая, короче дверь. Короткая, кстати, вот там стоит. Вот, кстати, вот с нее комплект прям можно снять. Полумесяца только нет, но полумесяца можно оттуда снять. Ну, грубо говоря, комплект хрома мы наберем. Вот она стоит, да, у нас. Там серпы, допустим, либо с этой, либо с той какой-то. Ну, грубо говоря, комплект наберем. С бампером у нас передним засада, задний-то мы купили, у нас есть. У нас просто бамперов как бы нет. Скорлупы тоже нету, да, целый? Ну, ладно, бампер, я думаю, найдем, у них в продаже-то есть. Прошло несколько дней, ребята подготовили мотор к осмотру, чтобы не покупать кота в мешке. Да, мы решили все-таки его посмотреть, потому что мы учимся на наших ошибках. Но что больше всего привлекло Женю в этом моторе, Коля? Его очень-очень такой заплесневелый вид. Ну, у него были комментарии. Короче, да, как мы убираем моторы? Чисто по плесени. Чтобы вы просто имели представление о том, где берутся запчасти на старой BMW. Нас встречает Grand Cherokee. Это, видимо, ребята из баварского гаража. Территория довольно тоже интересная, потому что мы находимся на полном бездорожье. Моя машина еле здесь вообще проходит. Лесопилка по классике. И он нас встречает Тауди Q7 V12 Жене. И сам непосредственно баварский гараж. Для вас прошло несколько секунд, а для нас несколько дней. Сейчас будем смотреть двигатель внутрь, чтобы принять решение, брать его или нет. На цилиндр, ну, бока натерт. Вот это ты имеешь в виду? Нет, 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 внизу. Это черкашей здесь много будет, потому что, судя по налету на самом поршне, как эти, знаешь, крем, кремнием, короче, рисовать просто на стенках цилиндра. То же самое. Нет, самое главное, что задиром ничего нет, ни следов никаких, ни такого на это. Может быть, это пятна, просто, скорее всего, может быть, поршень в этом положении стоял или те, когда его сдвинули, вот этот следы остались. Самое основное, то, что здесь видишь, нет этих борозд металлических. А этот налет, он, конечно, когда заведется машина, он сразу сгорит просто и все. Это мы перед запуском уберем его, постараемся. Заглянув в первый цилиндр, немножко была негативная реакция по поводу того, что на цилиндрах были следы, да, там было похоже на задиры. Но, посмотрев остальные цилиндры, мы поняли, что это просто-напросто от того, что мотор стоял, и, грубо говоря, на нем скопилось старые остатки бензина и масла, грубо говоря. И в первом цилиндре, где были вот эти рисунки, это получалось просто-напросто маслом нарисованные полоски. Они, скажем так, и дали такой эффект, что как будто это задиры. На самом деле, посмотрев все, вначале мы смотрели, потом прокручивали, и, соответственно, увидели, что цилиндры были в идеальном состоянии. Дай промежуточную оценку из-за того, что ты видишь. Ну, совсем все неплохо, на самом деле. Когда выкручивали свечи, я думал, что хуже. Не, нормально, все хорошо, цилиндры красивые. Это ничего страшного, то, что мотор долго стоял, надо будет просто вычистить, вымыть, и все будет хорошо. Ребятам удалось снять оригинальный пробег с приборки, и ключ с ИВС подтверждает то, что пробег оригинальный. Вы все задавались вопросом, где она пропадала. Вы все ждали этого персонажа, и он должен был появиться в самый кульминационный момент, и, в принципе, ничего не решить, потому что за нее уже все решили. Встречайте! Где он? Это мой мотор! Поиски Немо на этом моменте заканчиваются, и я уверена, что... Стоп, а куда мы будем это вставлять? Мы уже посмотрели же его? Короче, мы его посмотрели, вот как есть, вам говорим. И он самый вкусный, самый клубничный и бомбовый. Прямо сейчас, дорогой, ты отправляешься к нам. Но, в принципе, с моторами это такая же штука, как, в принципе, с арбузами. Самый некрасивый, самый уродец, самый вкусный. Мы нашли настоящий уголок Баварии в Москве. Это баварский гараж. Мы могли заметить по количеству бэк здесь. Это завтра на казачок, его не берем в расчет. А это Евгений, владелец этой компании. Евгений. Здравствуйте. Давайте с вами познакомимся. И, кстати, вы можете найти баварский гараж во все там соцсети. Прямо вбивайте в гугл и ищите части в виде моторов. Что у вас есть? Да все практически. Ну вот, и все новенькое, как бы сказали пацаны, целочное. Какая у вас машина? Вы говорили, что у вас суперская ест Е38. Это моя любимая машина. Она еще не ездит, конечно, но собрана на из всего нового. Здесь стоит, ну, допустим, начнем. Это новая оптика. Еще даже не светила ни разу. Новый бампер. Новые стекла. Мы даже этикетки с них, даже включая триплекс, задние, боковые. Все заказывалось из Германии. Боковые тоже новые. Вот эти вот триплекс, двойные стекла. Кстати, если не знаете, в этих стеколах находится внутри газ. Они не потеют никогда. У вас на 700... Серьезно? Да, чтобы не происходило в машине, потеть она не будет. Вот такие прикольные стекла раньше делали. Короче, эту машину, если бы поставили на Титаник и сняли сцену с Джеком и Розой, там бы было все видно. Четыре двери тоже заказывалось из Германии, новые. Такой вопрос из разряда Дудя. А сколько это все вам обошлось? Ну, где-то миллиона четыре с половиной. То есть вы могли бы ездить. Я не знаю, какие у вас еще другие машины есть, но вы за эту сумму, с учетом еще покупки этой машины, получается, могли бы купить достаточно нормальный авто? Ну, у меня есть нормальный, вот у меня X5 есть, это мой, у меня 7-ка есть BMW F, у меня вот это 65-я моя. Вы за Янгтаймеры, короче. Ну да, мой любимый кузов. У меня их две вообще, вторая стоит под тентом, это 740-я. Я думала, вторая та, которая справа? Не-не-не, пока мы ее полностью разобрали, мне просто, я ее купил, мне не нравится, как она покрашена. Мы решили ее полностью разобрать, привезли под нее специально машину из Японии и будем ее собирать с нуля, эту машину. У меня очень важный вопрос, а вы можете мне рассказать, как любитель Янгтаймеров, почему мужчины любят покупать себе старые автомобили, долго их собирать заново, чтобы они новые были? Не сравнивая, там, фильмы, да, в которых они снимались. Просто сам автомобиль сделан очень сбитый, компонованный, и ничего здесь лишнего нет. Нет, допустим, лишней электроники, сделано все качественно, добротно. Как двери закрываются, какие они тяжелые, как мотор едет. Да, эта машина, она не такая быстрая, как современные сейчас. Она просто приятно и комфортно едет, и на ней очень круто. Я вот, допустим, вот на той машине, которая разобрана сейчас, я на ней объездил весь Крым. То есть вам просто нравится ощущение, что вы возрождаете легенду, когда вдыхаете в эти автомобили новую жизнь? Ну, да, можно так сказать. Да и с детства, как бы, у меня отец раньше ездил на разных старых BMW. Ну, сейчас они старые, как-то мне все запомнилось, и я как-то к этому... Такая теплая, добрая ностальгия. Но покажется, что внутри у нее? Внутри, ну, пока еще разобрано, но еще собираем ее. Допустим, вот эта вот центральная консоль, она тоже новая в коже. Вижу, да. Да, торпеда, она тоже новая, ее установили. Весь ковер новый, потолок Алькантара на заказ сделали из Германии, специально под эту машину. Прямо можно его пожмакать? Да. Прикольно. И все резинки тоже новые? Все это новое, да. Ну, единственное, салон не новый, он снят с машины с пробегом 52, по-моему, 52. Да, фары передние новые. И хром тоже весь какой-то обновленный. Хром новый, абсолютно, да, весь. И, ну, она стоит сейчас просто грязная, потому что на улице. Вот это даже деревяшка, она стоит каких-то безумных денег, по-моему, 140 тысяч мы за нее отдавали, она тоже новая. 140 тысяч, и это настоящее дерево? Да, она новая. Ну, сейчас так ее, по-моему, даже нельзя купить. Можно я по-моему, чуть-чуть? О, да. Это прям ощущается даже. Именно вот эта обрисовка вся новая, да. Она еще ни разу не стояла. Дай бог, чтобы на нашей дорогой Ольге Семеновне тоже был вот такой вот. У него пробег только, по-моему, 52. Четыре миллиона. Четыре. Вот, мы его весь подготовили. Тут и коробка, как бы, с этой же машины. Что мы сделали? Мы его разобрали, несмотря на пробег. Поменяли все проклады, потому что все старое, и, ну, физика уже никуда не денешься, резинки все высыхают. Поменяли все, обслужили, и осталось его только поставить. В принципе, машина уже скоро будет на ходу. Ну, это просто бинго. Ну, это такой серьезный проект, который... И причем, смотрите, у вас плюс какой? У вас мотор с леворульной машины из Японии. Тут не нужно будет переделывать ничего, потому что правый руль, у них стартер стоит с той стороны. Чтобы переделать стартер на М73, нам пришлось разбирать, снимать головы, ставить блок на станок и протачивать здесь место под стартер. Короче, заморочились конкретно. А в нашем случае этой проблемы не будет? Нет, вам просто поставили и все. И у вас коллектора, у меня, видите, у меня коллекторы даже старые стоят. Короче, на неделю работы меньше. А сколько у вас заняло времени, если не секретно, все вот это? Долго. Вы знаете, как больше всего уделяется внимания клиентским автомобилям, а своей машине напоследок. Напоследок, эта машина уже, по-моему, года 4 собирается потихоньку. 4 года? Да. Ну да, серьезно. Конечно, у нас побыстрее должно все произойти, но я надеюсь, что 4 тоже будет присутствовать, но где-то 4 месяца. Где до самой Е34? 34-ка, вот она стоит, 51 пробег. Она, правда, по кузову от солнца лак весь высох, но она вся в родной краске. Ангелина, откройте дверь, просто загляните в салон, у нее даже запах новой машины присутствует. Сейчас половина парней у меня визжит, увидев эту Е34. Да, реально, прям так лаком пахнет, или лаком, или чуть-чуть клеем. У нее, конечно, есть погрешности, то, что вот эта болезнь трещера, то, что высыхает карты, и они вздуваются. Сейчас приборка с нее снята, восстанавливаем именно под клиента. На ней ездить нельзя, она конструктор. Ну, как бы человек захотел иметь такую машину, просто чтобы она не была. Но что мы ее будем полностью перекрашивать? Ну, такие машины уже как музейный экспонат, получается. Да. Еще я расскажу недостатки конструкторов, когда их разбирают. Уже получается, конструктор, ну как, вынимается передняя часть машины, шасси с двигателем, и задняя часть. Кузов проводится отдельно, а эти части отдельно. Но когда вынимается, много чего ломается здесь. Нам пришлось, чтобы завести ее... Блин, я такая думаю, чего? Почему открывается так мотор, что она бы вспомнила, что это... Нам, чтобы ее завести, нам сломали патрубок, сломали эту часть, пришлось это докупать уже здесь. Ну, а в общей, как бы, картине, посмотрите, какое состояние этого всего. Винтики, болтики здесь. Дай бог мне... Даже на стойке, смотрите, какие болты, как будто их только закрутили с завода. Это все будто новое. Вот вы восстановили машину, вы столько сил вложили, столько денег, но вы на ней не выезжали. Да, не выезжал ни разу. Почему? Как бы ей хочется, ей желание такое, потому что иногда так, посмотрю на нее, блин, она стоит уже столько лет здесь, я еще на ней ни разу не прокатился, но потом начинаю заниматься своими делами и как-то погружаясь в работу, отвлекаясь от этого. Но, в принципе, здесь осталось немного, и когда она заведется, можно будет посмотреть на машину, она прям новая будет. Но мне кажется, когда вы ее заведете и проедете первый раз по городу, это день вы красным фломастером отметите в календаре. Да, я думаю, так и будет. Спасибо вам за рассказ, было очень интересно. Ребята, у меня для вас полезняка. Я знаю, как сейчас сложно достать, в принципе, какие-либо детали, поэтому Евгений перечислит сейчас перечень того, с чем он может вам помочь. Много 38-х кузовов, их купилось около 12 штук. Много разобранных автомобилей, а некоторые еще целые, даже нетронутые. Также есть на Е60, 65-х моделей, очень много, за все время их там, по-моему, штук 40 привезено было. Касаемо Мерседесов старых, вот 126-е, их два в данный момент, они еще целые, не разобранные. F-серия, 7-ки, 83-й кузов, он один пока у нас, X-3, рестайлинг. Кстати, у него тоже, по-моему, 50 с небольшим пробегом. То есть они более-менее новые? Да, ну, даже вот, смотрите, у машины состояние такое... Блин, умничок. Я хочу купить такую подкапотку. Запчасти некоторые тяжело достать, новые, так как машины приезжают из Японии. Оригинальным маленьким пробегом вполне хороший заменитель оригинальных деталей, которые тяжело достать. В принципе, ресурсы этих деталей очень высокие. За запчасти просто не стыдно, потому что в новом состоянии. Короче, ребята, вы теперь знаете, кому приезжать за запчастями. Вот, ребята, сохраняйте их контакт. Баварин гараж. Такое ощущение, судя по тому, что машины приехали в таком офигенном состоянии из Японии, Япония является огромным инкубатором тачек, которые приезжают специально в Россию, чтобы стать донорами для наших усосанных машин. И это очень-очень радует. Но сейчас не об этом. Помните, как он сказал про цифру в 4 миллиона и мою реакцию на эту цифру? 4 миллиона. На тот момент я еще не понимала, во что я вляпалась, что меня вообще ждет. Из-за временных петель, как бы, я сейчас нахожусь в другом временном пространстве. Я в твоем познании настолько преисполнился. Где я уже наученная опытом, где я уже вот собаку съела на всех этих вот перипетиях с этой Е38 и понимаю, сколько стоит реальная реставрация в музее. Я представляю, что вот сейчас я говорю о цифре 4 миллиона. Меня это пугает, но я уже смирилась. А потом я буду присматривать это же видео и думать, блин, 4 миллиона, это вообще были пустяки на самом деле. Но здесь у нас появился один новый человечек. Это Давид Чопа-Тачка. Да, здравствуйте. Я не то чтобы эксперт. Просто у меня такая же машина есть, да. И мне просто интересно посмотреть, насколько здесь все плохо. Сейчас я немного предисловия введу. Я давно пошутила шутку в канале БГТ. 8,5 миллионов рублей. Именно столько, судя по пафосному выражению лица водителя, стоит его в Chevrolet Camaro 2009 года на армянских номерах, когда он проезжает мимо 18-летних студентов, которые ничего не понимают в машинах. Спасибо Давиду за шутку. И потом, потом, Давид сказал мне, что он посмотрел нашу серию с семеркой. Первое. Сказал, что типа все классно. Да, я даже не знала, что у Давида есть такая же семерка, но я знала, что у тебя есть G55. Ну, был, да. Ну, был. Но я потом еще расскажу много раз, как у меня. У меня был, кстати. Короче, суть в том, что мне интересно мнение человека, который обладает семеркой. Я уже думаю, что ты не первый год ей владеешь. Ну, 6 лет, да, и она прям очень хорошая. Гелик был так себе. Короче, вы поняли, что Давид, а, скромный. Во-вторых, у него хорошая семерка. И сейчас Давид своим экспертным взглядом посмотрит нашу. Он почему-то думает, что она в хорошем состоянии у нас. А с Женей, она у нас не очень хорошая. Ну, я монтажера похвалил. Я монтажера похвалил. Я сказал, ну, по кузову вроде бы, либо я ничего не увидел, либо у вас хороший монтажер. Это как яблоко, которое внутри, оно все уже такое изъедено червями. Начинаем осмотр нашей малышки. Ну, двери открываются уже, в принципе, неплохо. Как и бардачок, который у нас лежит постоянно почему-то. Ой, какая красота. Кстати, низы дверей, ну, типа, я не скажу, что они идеальны, но, в принципе, как бы, ну, типа, это нормально же. Ну, относительно. Здесь, если взять живые двери, живой багажник, но и мое мнение, что они уже... Не, ну, я в том плане, что я видел бюджет, за который эта машина была приобретена, и, в принципе, ну, вот... 7 тысяч баксов, ты думаешь, она стоит? Сидение было вот здесь, то, в принципе, да. Себе сидение продавать? А, нет, тогда не стоит. Тогда, к сожалению. Ну, как бы, да, сидение стоит. Ну, я так скажу, наверное, сюда вложили много денег и очень радовались, когда увидели финальный результат. Наверное, это было лет 10 назад. Тогда я бы, наверное, может, тоже был счастлив, если бы у меня такое получилось. Периодически, знаешь, у меня есть такое хобби. Я иногда просто езжу по объявлениям и смотрю 38-й. Ну, вот, ну, просто вот, типа... И не покупаешь? Я, на самом деле, несколько раз ездил, чтобы купить, но приезжал и не покупал. Короче, тот самый клиент, который все ездит, смотрит, но никогда не покупает. Ну, как бы, вот здесь, да. Здесь же обычно на рестах накладки идут пластиковые на порог. И, как бы, на доресте всегда очевидно все, что, ну, типа, ржавое. А на ресте, как бы, там за счет того, что вот это все запрятано, как бы, там не видно. Я, короче, включал селфи-камеру и вот так вот смотрел. И мы с другом, с которым мы подбирали ему машину, у нас есть целая коллекция фото, где мы вот так вот с ржавым порогом сфоткались. А это что? Ну, а это, это разве был? Лавка у нас сошедшей забыл. А, это, а, спойлер, извините. Ой-го, ё. Ну, кстати, вот, опять же, вот здесь обычно бывает вообще хлам полный под нишей аккумулятора. А, то есть ты хочешь сказать, что там не хлам? Я хочу сказать, что вот за эти деньги, понятное дело, что это все нужно переделывать. Просто есть разные степени ржавой машины, и вот это вот, ну, типа, это далеко не самый хлам, который мог бы быть. На самом деле, у нас, знаешь, какая цель была? Ну, ты смел первый серию. Мы искали тачку, чтобы она по кузову не была более-менее нормальная, но основное, что мы хотели, какие требования у нас были, это чтобы она была здоровая по движку. Насчет движка я всегда, как бы, ну, типа, это всегда дешевле, чем кузов выходит. Ну, типа, если это вот. В условиях BMW 38-39 это всегда выходит дешевле, чем кузов восстанавливать. Если меня спрашивают ребят, ну, то есть, понятное дело, что у всех цели разные, но вот есть ребята, типа, я хочу просто вот, ну, покататься на 38-й. Я говорю, ну, М73, там, что-нибудь такое. Ну, потому что V8, там, цепи, то-се, и как бы ремонтировать нет, но обслуживать это всегда дороже выскакивает на М62. Здесь, как бы, в принципе, я говорю, я ни разу не видел ни один положенный. Вот это, я так понимаю, положили. Эксклюзив, получается. Положили, да, я так понимаю. Ну, так, мы сначала ехали на ней из Минска в Москву, и все было окей, но добил ее стенд, на котором мы замеряли ее мощность. Вот здесь обычно у всех трубаков всегда бывает все в ржавчине, вот в этой прям нише. В основном тоже чисто практически. Она по кузову реально неплохая. Короче, просто Давид, как человек, который внушает мне надежду, что эта машина совсем ужасная. Ну, я не скажу, что, опять же, это не идеальный кузов, ну, типа, вот если бы я осмотрел себе машину, там, в каком-то таком бюджете, просто покататься. В плане коррозии она, в принципе, ну, это не самое страшное, что могло произойти. Я думаю... Ты как думаешь, сколько здесь лошадей осталось? 280. 260, короче. Ну, практически, ну, это нормально. А, и, кстати, у тебя торпеда живая. Ну, а ты думаешь, она Ариг? А похожа на Ариг, кстати говоря. Ну, в 750-е она по умолчанию шита в кожу. Именно в 750-х у них верх дверных карт был шит в кожу. И торпеда. Ну, вот даже если она не оригинальная, то она, в принципе, достаточно похожа, пошита. А ты можешь мне сказать, ты как человек, который... Сколько тебе лет? Мне 32. Вот человек, которому, ну, обычно 25, 30, 30. Мне обычно 25 вообще. На сегодня? Да, на сегодня. Возле московских пробок у нас стало 32. Чем она от тебя так притягивает? Вот именно эта тачка. 38-й кузов. Это точно не фильм «Бумер». А «Борт Мишн». Ну, кстати, двери закрываются, прикольно. А, не так, не так, закрываются. Ну, да, дай бог. А если бы, как бы, я ее покупал, там, будучи на первом курсе, наверное, это был бы для меня, типа, эталон фильм «Бумер», там, все такое. Сейчас, как бы, у меня, ну, просто красивая BMW, которая мне нравится и которая смог найти. А почему не пятерка? А у меня была уже пятерка. А, типа, семерка – это следующий уровень? Смотри, у меня такая история интересная была. У меня была пятерка. Я ее купил в состоянии, вот как у меня сейчас семерка. То есть она была практически вся в родной краске. И один хозяин с 2006 года, она была прям вот, ну, просто вот прям. Я ее купил, приехал в Москву. Я тогда фигней страдал, короче. И я постоянно там, типа, ее там, не знаю, на 500 рублей заправлял, на 500 рублей ел, там, типа, ну, и существовал как-то. А сколько ты ее купил? Я ее купил за 315 тысяч. Причем, короче, она висела за 315 тысяч. И я такой, я сейчас приеду и, типа, за 300 ее сторгую. Я приезжаю, я на нее смотрю, я не смог начать торговаться. Я говорю, ну, окей, я ее заберу. Я просто вообще ничего не торговал. То есть ты просто затроила такой? Да, да, она была прям вот просто идеальнейшая. То есть она стоила ровно 315 тысяч, ты это поняла? Да, ну, был 14-й год. Или ты тогда еще не умел торговаться? Я и сейчас не умею. Поэтому и не покупаю больше вот машину. Гелик только был. Я не знаю, короче, смотрел на твой гелик, и тоже с видом он нормальный был. Но, по крайней мере, реакции на него куча была. Ну, естественно, у меня не было денег обслуживать эту машину. Ну, я его быстренько так подушатал. Я помню, что еще ударился в стенс. Тогда был стенс очень модный. Пил себе колеса в рассрочку. Ну, типа, мне надо. А еще же подвеска нужна как бы для стенса. Я такой, блин, у меня же подвеска. Я еду, короче. Я серьезно говорю, я не прикалываюсь. Я еду, и просто в этот момент фура начинает сдавать задом. Я ее не вижу, и она мне прочесывает всю бочину на этой машине. Она в родной краске была. Я такой расстроенный был, блин, думаю, елки-палки. Да, мне нужно нео. Как отпадать время назад? Мне выплатили 17 тысяч. Я такой, отлично, купил китайские винты за 13. 3 тысячи установка, и у меня стенс получился. Хорошая была. То есть, из-за того, чтобы ты просто отремонтировал. А я потом нашел крыло в цвет одно. Оно не сильно совпадало, кстати. Я типа, ну, диски, ребят, смотрите, какие диски. Вот так и зарождается колхоз. Да. Либо от отсутствия вкуса, либо от отсутствия денег. Да. А на самом деле, потом, после нее я ее продал, купил себе 38-ю. Типа, все, я там другой уровень вообще уже совершенно. Это уже, знаешь, когда ты понял, что тебе не 25, что ближе к 20, а 26, это ближе к 30. Да, я такой, типа, ну, уже все, уже совсем другой уровень. Беру 38-ю за 350 уже. Ну, типа, вообще прям другое измерение. Не, я там уже торговал. Я откуда знал, когда 39-ю буквал, что в BMW деньги надо вкладывать. На 38-ю я уже научен и опытом. Я говорю, я буду торговаться, потому что потом уже все равно надо будет что-то чинить. Короче, чинил, чинил. На самом деле, нет, это нормально была 38-я. И у меня тогда уже началось прозрение. То есть, у меня машина была год. За этот год поставил 21-е альпины колеса, затонировал ее просто в хлам, а потом растонировал ее полностью и поставил 16-е колеса. То есть, ты понимаешь, какая метаморфоза произошла у меня за год владения. И все, я после этого понял, что, типа, все, мне нужна стоковая, живая, прям очень хорошая машина. Подвернулась вот эта, я ее забрал, и все, с тех пор. То есть, я прям очень сильно ругаюсь на всех, кто колхозит старые BMW. Ты же понимаешь, что, чтобы как бы не колхозить тачку, нужно сначала пройти сам собой, своим опытом колхоз. Я поэтому сам. У меня тоже М5 была полностью тонирована так, что я не могла ночью ездить. Понимаешь, вот ты на своих ошибках учишься, да? Как минимум, ну, деньги за тонировку вот уже потратила. Мы же можем просто предупредить людей, что ну, не надо. Просто деньги потратите, наиграйтесь. Вот у вас вот сейчас так, как вы захотите потом. Да. И как бы, ну, вот в этом вся цель. Короче, придете к стоку, к оригиналу. Я знаю, что эта машина для многих пацанов просто легенда и мечта, и многие хотят ее себе либо купить, либо выиграть у меня. Но если мы говорим по самостоятельную покупку, то за этим лучше идти на Дром. Я это в свое время не сделала, поэтому я лоханулась. Каюсь. Но чтобы вы понимали уровень сервиса, на Дроме более 500 тысяч реальных и честных объявлений со всей России, там вы точно можете найти свою конфетку. А отзывы реальных покупателей смогут вам подсказать все плюсы и минусы и нюансы эксплуатации автомобиля, ну, и определиться перед покупкой. Так что переходи на Дром и точно не лоханешься. Операция затык. Ой, там что-то и полезл из нее. А то есть я был близко, да, вот к этому селфи-камерой. Да, ну, как бы тут даже особо стараться не надо было. Клюет хоть. У тебя такое было в твоей семерке? Я не поднимал полы, и теперь не очень-то и хочется. А давай фотку. Ты же с Кепкиным еще знаком, да? Да. Давай ему фотку запилим через дырку. Вот так вот. Только, а я не знаю, у нас видно или нет. Я тоже не знаю, давай потянемся, вы дожди. Смотрим. Прекрасно. Меня очень радует мысль о том, что модель двигателя идентична модели тачки. То есть никаких проблем с постановкой на счет не должно быть. И самое главное, знаете, какой пробег? Меньше 80 тысяч. Это просто невероятно. Я очень этой покупке рада. Я даже больше рада этому, чем если бы я купила сумку. Вот. Вы должны понять, мой ура. Не, ну, на самом деле машина, как бы вот за тот бюджет, опять же, я смотрел периодически машины для своих друзей. В разных совершенно бюджетах. И, в принципе, да, возможно, на камеру, возможно, в разобранном виде она выглядит отвратительно. Но если отбросить тот факт, что у нее что-то с движком потом произошло. Наверное, ты не подозревала, да, что это произойдет, скорее всего. Мы как бы искали по друзьям машину с хорошим движком. Не нашли. Ну, машину же нашли хотя бы. Машину нашли. Движок нашли потом у друзей. В принципе, такую же машину могли купить и в Дагестане, наверное, да? Нет, там похуже было. Ну, кузов, скорее всего, был похуже. На самом деле, самое дорогое в этих машинах – это кузов восстанавливать. Вот прям. Но с ним мы еще заморочились. А двигатель, чего, нормально? Ну, я не знаю. А ты не верил, что мы будем ее устанавливать прямо в идеале? Я вот здесь присутствую исключительно в надежде на то, что потом подход к восстановлению данного автомобиля будет вот, ну, прям типа, как я бы себе делал. Просто вот знаешь, вот, ну, типа, обычно восстановление скатывается к тому, что, типа, там, за 100 тысяч покрасить и вот, ну, там, не знаю, колеса начернить. То, что я, короче, сделал с геликом. Ну, все. Ну, и я-то. Ладно. Ну, гелиководы, что поделать? Пока Давид опять рассказывает Жене о том, что у него есть гелик, мы переместимся, смотрите его семерку. Не переключайтесь. Короче, для вас прошла одна секунда. Для нас прошел целый месяц, как мы оказались у машины Давида. Эта семерка лонговая, но она 740-я. То есть у нас она 750-я, как она должна быть, но здесь она чуть-чуть поменьше моторчиков. Но что в этой тачке прекрасно? Это то, что Давид ее купил в уже хорошем состоянии, и он практически ее не восстанавливал. Все, что он сделал, это отполировал ее и поставил вот такие вот красивые хромированные молдинги, которые ей придали особого вида, и теперь она выглядит достаточно... Блин, кстати, офигенно сочетается, смотри. То есть у нее передний бампер с хромом, и хром как будто продолжается и рассекает тачку напополам, переходя в задний бампер. Так, сейчас залетаем внутрь. Такое ощущение, как бы мы просто... А где Давид вообще? Давид, у нас такая история получается, что в прошлый раз, когда мы его позвали на нашу съемку, у него было держение у дочки, а в этот раз у него держение у жены. Поэтому мы снимаем без Давида, но Давид, тебе большой привет, мы без тебя тоже можем справиться. Итак, залетаем, вот, и видишь какое сочетание, просто офигенное сочетание цветов. Тут у нас такой матовый бежевый, тут у нас светло-бежевый, тут вообще какой-то кремовый, и ты только загляни на это дерево, вот это я понимаю дерево, это не то, что дерево вот в семерке оно какое-то такое, как пластик, а тут видимо оно настоящее, и смотри-ка, монитор уже новый, то есть монитор не такой массенький, как он был, получается, до рейса, а здесь он уже рестовый, полноценный состоявшийся мониторище. Тут мы видим абсолютно целочные воздуховоды, то есть смотрите, насколько они классно открываются, нигде нет никаких зацепок, трещин. Еще Давид зачем-то хочет сделать реставрацию салона, а мне кажется, что салон надо оставить в таком виде, потому что он просто выглядит шикарно, и ни в коем случае его точно не перешивать, потому что это раритет, когда он в таком состоянии. Но меня больше интересует, что там сзади происходит, потому что, во-первых, это лонг, и это сразу машина автоматом по дефолту для заднего пассажира. Опа! И просто здесь можно сразу лечь, вот так вот, просто майвы 62-й, чисто курит бамбук в сторонке, с таким огромным размером жопы. Сюда можно садиться с любым размером жопы, мне кажется, хоть XXL. Но здесь есть, конечно, маленькие детали, которые чувствуют себя не очень, они чувствуют себя все-таки возрастными, но это не критично. Ты нажимаешь и отъезжаешь, нажимаешь и отъезжаешь. Еще все. Прекрасно тянется, просто невероятная машина. По салону, да, здесь, скорее всего, нету холодильника, но он здесь и не нужен. Здесь даже, видите, заглушка стоит, прекрасно. Но эта машина, она, знаете, она не реставрировалась, и тем она хороша, что она вот прибыла, как капсула времени, и с того времени, и в прикраску состояния. Блин, ты про... Вот дай мне свою руку. Просто потрогай этот плюш. Ты просто потрогай, да? Это очень приятно. Просто, это не алькантайр, ребят, это именно плюш. И смотрите, я провожу по нему, и у него есть такая память. Видите, память есть. И это как-то, блин... Очень приятный материал. Нереально. А посмотрим, вот ходят байки, что в эти машины спокойно залезали трупы. Посмотрим, какая у нее вместительность багажника. Давид. Уровень респекта к Давиду просто подпрыгнул до уровня Эвереста. Держи. Потому что я не могу просто сесть в багажник, когда там это лижет. Попробуй закрыть меня. Только не забудь меня открыть, ладно? Не, ну в принципе, в принципе, тут даже очень, ну, нормально. Коль, можно открывать, в принципе. Коль, ну ты это, открой. Коля! Коль, реально не смешно! Коль, приходи, у меня воздух заканчивается! Коля! У меня приступ к лоустрофове начался. Это страшно. Я тебе с чужой говорю. У меня как будто воздух начал пропадать. Жесть, дурак, беда. Я просто отошел. Я думала, там есть какие-то эти... Ну, ну в смысле, ну ты понял. Сейчас мы проверим эту семерку, насколько добросовестно ее реставрировали, если ее реставрировали до Давида. И насколько она вообще ездила по московским дорогам. Погнали. Просто у мужчины поход. Ну, кстати. Вообще нормально. Вообще. Она вообще ездила? Она просто стояла все это время. Мне вообще шикарное состояние. Ну, давай на всякий случай еще проверим тот порог. Так, let's go. Вообще порядок. Очень порядочно. Блин, вообще как бы стиль. У меня все еще вопрос назревается. Сколько он ее купил? Алло. Алло, здравствуйте. Это BMW Дрочер Давид. Ну, просто BMW. Здравствуйте. Это BMW Давид. Да. Короче, Давид, сразу сходу тебя спрошу, за сколько ты ее брал? Все будут очень расстраиваться, за сколько я ее купил. Но это же было, как я понимаю, до нашей эры еще? Ну, это было в 17-м году. История такая. У меня была точная, вот прям точно, точно такая же машина. Только она была короткая. А я общался на драйве с чуваком. Он жил в Красноярске. И у него была, ну, типа, вот эта машина. И он мне в один день пишет, типа, я, говорит, ее хочу продать. Я говорю, прикольно, за сколько? Он, типа, ну, вот, говорит, там, не знаю, там, 700, по-моему, тысяч. Я говорю, ну, окей. И, говорю, ну, там, поспрашивал у ребят, все, типа, блин, 10-сот тысяч за семерку, это дорого, типа. Ну, я ему сказал, я говорю, типа, ну, я поспрашивал, говорю, насчет никого нет. В итоге, короче, ему прям очень нужны деньги. А у меня, короче, свадьба как раз через несколько дней. И мне, как бы, вообще не до этого. И он, говорит, блин, типа, в районе 600, короче, что-то такое. Я такой сижу, я говорю, я ее куплю. И, короче, я ее купил, я отправил парню, которого я знать не знаю, деньги в Красноярск. Он ее поехал, посмотрел, купил, отправил на автовозе. И она, когда приехала, у нее еще был полный багажник новых запчастей. То есть ты ее купил за 600 тысяч? Ну, там, что-то около 600, мне там, с автовозом обошлось, вот, со всеми вместе. Ты ее особо даже не реставрировал? То есть ты просто прополировал ее? В BMW всегда же найдутся места, куда потратить деньги. Ну, я ее просто, типа, поддерживал, там, в техническом состоянии. Ну, у меня там все равно, где-то, наверное, за 5 лет, ну, 1700-1800 набежало. Ну, просто вот что-то там, не знаю, я даже не вспомню, что. Пробег какой-то у нее. Просто мы даже сделали ревизию днища камерой 0.5 со вспышкой и поняли, что днище у нее такое порядочное. Вообще, это машина из Калифорнии. И это самая большая заслуга на самом деле. Да? Ты что, серьезно? Это калифорнийский стиль? Да. До 2008-го была в Америке, потом ее притащили в Красноярск. Господи, не хотела быть на ее месте. Да, сначала Америка, потом Красноярск. И там, чувак, вот, чтобы ты понимал, когда первый раз приехали смотреть эту машину, приехал парень ее смотреть, а там перед... Она у него стояла в гараже, и перед гаражом была лужа, и они приезжают, вот, кроме, я ее не буду показывать. Тот говорит, почему? Ну, там, говорит, лужа перед гаражом. То есть человек ее одну в дождь, даже не то, что в дождь, он ее в лужу не выгонял. Ну, и, соответственно, там никакого снега, ничего, никакой зимней эксплуатации не было. Это на самом деле вот ее и спасло. Короче, заслуги настоящего душнила, и вот ее спасли. Ну, да. Ну, и я, соответственно, эту славную традицию продолжаю как бы. Давид, спасибо тебе большое. Я думаю, что у вас там праздничное застолье, мы вас отвлекаем. Спасибо за это интервью. Давай, мы тебе пришлем фотку из дырки, если найдем здесь. Только если есть, ну, ладно. Короче, ну, если ее не будет, то мы не будем проделывать, ты не переживай. Спасибо. Да, 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 вот. Вот это я хотел сказать. Давай, по рукам. Хорошо вечера, пока. Посмотрите, в каком состоянии пластик кнопок. Очень часто выдает воздействие машины именно эти элементы. Просто фантастика. Просто фантастика. Ничего не протерто. Все просто в первоначальном виде. Обалдеть. Как вы думаете, о какой машине я сейчас сижу? Вот сейчас все мальчики просто... Сусть. Я сижу в Е39М. М5, ребята. Это, получается, мама моей М5 Е60. Офигеть. Она просто красотка. Причем, я уверена, у нее пробег какой? Пробег 60 тысяч километров. У моей 70 было, когда я покупала. И какой это год? 2001 год. Просто, вы понимаете, какой это стиль был в то время? Вот на этой тачке реально хочется говорить к чау. И порхать, как бабочка, жалеть, как пчела. Звонить своим пацанам и говорить. Алло. Алло, вы в городе? Я выезжаю. Там мотор туда-сюда. Офигеть. Вау. У меня столько эмоций. А ее можно послушать? У меня просто сердце сейчас бьется с неимоверной скоростью. Так, ну что, пробуем? Что, давай до 3000. До 3000. Господи, у меня сейчас приступ начнется. Это очень круто. Ты слышишь, какой звук у нее? Прям такой, какой он должен быть. Настоящий, трушный ДВС. Это тебе не через колонки передавать, понимаешь его? Я не знаю, у меня почему таких эмоций нет, когда я вижу какую-нибудь Феррари там. Я их столько уже в своей жизни увидела. И они, почему-то какие-то другие фибры души, знаешь, эта машина поднимает. И у тебя просто она летает, душа. Вот ты смотришь в эти глаза, и ты понимаешь, вот это злость, конечно. Ребята, я хочу с радостью вам сообщить, что мы доделали нашу семерку. Смотрите, просто вот какая красота. Вот ее Женя уже от пескострую, как минимум ее на колеса поставил. И вы просто посмотрите на эту подкапотку, которую мы в ней сделали. Ну просто замечательная. Никакого пенициллина там нету. Подкапотное пространство просто целочно. Ладно, на самом деле это все шутка, ребята. Это машина наших друзей, которая претерпела почти те же манипуляции и процедуры, которые претерпевает на данный момент наша семерка. Но здесь не было пескострую. Здесь машина просто обзавелась многочисленным количеством новых деталей. Короче, с других тачек поснимали новые детали. Именно к кузову приставили, и теперь она вот так красиво выглядит. И облили ее. Красота, конечно, не писанная. Я уже не представляю, что наша машина будет вот так вот стоять, понимаешь? А мне кажется, что она, в принципе, уже будет, если ехать, уехать вот так, куда-то в пространство. Эта тачка делается больше года. В нее было вложено уже порядка 8 миллионов рублей. Но это потому, что очень много деталей было позаимствовано из других машин. 20 тысяч километров это верх, короче, того, что здесь было поставлено. Но это, конечно, другой уровень. Хотя, опять же, когда мне Женя говорил из Баварин гараж, что он вложил в свою 4 миллиона, я посмеялась и офигела от этой цифры. У меня стали круглые глаза. Но потом я поняла, что это уже не такая большая цифра для такой машины. Любая возрастная машина требует много денег. Очень много денег. Бабки, бабки, сука, бабки! Ангелин, пора искать вторую работу. Но у меня, смотри, есть, короче, две почки, а можно жить с одной. Одна почка стоит, ну, где-то 50 тысяч долларов. Ну, хорошая. А мне она хорошая, вроде как. Ну вот, можно ее как-то кому-то в пользование сдать, потом вернуть? Мне всегда было интересно глянуть на тех отважных людей, которые берутся за ремонт, реставрацию Е38 и, в принципе, за других легенд автопрома. Мало того, что я посмотрю каждый день на свое отражение в зеркало и вижу себя в лице этого отважного человека теперь уже, так еще я познакомилась с Давидом и познакомилась с владельцем Баварин гаража, который нам показал его семерку. И теперь я осуществила эту ачивку и знаю этих людей в лицо. А сейчас мы переходим к фрагменту, где нашу Е38 разберут до последнего болта. Сейчас, сидя в этом кресле, я понимаю, надо было кататься, надо было кататься на ней, пофиг на мотор, который вот бы еще чуть-чуть и лег. Просто я уже не помню, как она в рулежке, какая она по мягкости своего хода. Я так скучаю по этим ощущениям, но в этом разобранном состоянии она будет еще в ближайший месяц. Получается, месяц до съемки вот этого видео, до съемки вот этой части. То есть, короче, два месяца, да, она где-то будет в разобранном виде. Ангелина, не поверну тебе уже время вспять. Решили начать вот с такого символического момента, то есть автомобиль, который практически закончен и наша легенда, которую мы будем восстанавливать. Наконец-то приехал мотор, он практически в сборе. Сейчас будем демонтировать мотор с Е38, менять местами некоторые моменты. Я думаю, что нас будут ждать еще небольшие сюрпризы, так как этот мотор не заводился очень долгое время. Ну, сейчас в данный момент будем подготавливать к снятию мотора, то есть снимать, грубо говоря, глушитель, кардан, отсоединять все фишки с проводки, то есть все полностью для того, чтобы уронить мотор, вытащить его. Также мы, в принципе, так как глушитель будем снимать, мы будем покупать контрактный глушитель, который в состоянии нового, также с японского автомобиля. Ну что, Женя, у нас приключение? Да, все пошло не по плану, так как коробка снималась и, скорее всего, болт закрутили не по резьбе. Когда мы начали его выкручивать, самый поганый верхний болт, он просто-напросто обломался. Обломалась головка, вывернуть его невозможно, поэтому мотор сейчас будем вытаскивать вместе с коробкой. Хотели облегчить себе, но по факту усложнили. Закисают болты, да, Жень? Все закише, во-первых, свернутые все. Капот меняли и свернули не тем размером, откручивали и свернули болт. Надо будет мотор вот эту косую верхнюю с резта ставить на дорез, топливную рампу менять и косу проводу двигателя. Этот двигатель? Это двигатель дорез, тот двигатель дорез, поэтому отличаются вот такими фишками. Вот на дорезте такие фишки, а на резте уже маленькие фишки. Вот здесь был вкручен саморез прямо в шланг. Этот шланг антифризный, вебаста, вот через вот эту дырку. Оп. Видите, да, вот смотрите. И вот люди вот так ездили, отсюда мы выкрутили саморез. Здесь крепилась пластиковая защита, здесь был саморез, смотри. И вот люди, наверное, этим и загубили мотор, потому что мотор перегрели, так как антифриз утекал, и они не могли найти откуда. Вот он момент истины, вы понимаете, что сейчас случился эффект бабочки в нашем бумере. То есть этот болт был вкручен в патрубок антифриза, и именно он загубил мотор, потому что по нему утек антифриз. И да, как бы Женя относится к этому очень легко и несерьезно, потому что у него такое случается постоянно на глазах. Но я отдала за это свои деньги, и я за этим мотором каталась аж в Беларусь, думая, что с ним все окей, и он great and будет работать до конца my life. Но нет, он просто сдох из-за какого-то сраного чувака в серваке, который плохо выполнил свою работу, и меня это больше всего коробит. А самое главное, что мы не могли бы это узнать, пока не разобрали тачку до последнего болта, и это вскрылось только сейчас. Ну что, по школе Евгения Евгеньевича самые уродливые моторы с пенициллином и пленсенью, они самые ходовые и самые живучие. Поэтому сейчас этот некрасивый мотор мы меняем на наш, и по сути тачка должна поехать, да? Почти да. Но почти, потому что он не заводился 15 лет. Да, он не заводился много очень лет, и нам надо будет провести некоторые манипуляции, чтобы этот двигатель именно подошел нам, так как двигатель до рестайла и рестайла отличается, скажем так, проводкой, топливной рампой и так далее. Сделаем сейчас все эти изменения, и, соответственно, приведем его в порядок и воткнем на место. А еще фишка этого мотора в том, что он был снят с праворульной тачки? Нет, он с леворульной тачки, но с Японии. С машины, которая с левым рулем, но жила в Японии. Она выбивалась, в Японии же праворульное движение? А в Японии праворульное движение, да. А, то есть это получается инверсия такая? С правым рулем нам надо было делать многие доработки с этим мотором, но сейчас здесь не надо ничего, потому что машина была леворугой. Прикольно. Спасибо Японии за двигатели BMW, хотя это опять такая очень странная инверсия. Коса двигателя, управление, фишки отличаются абсолютно. То есть, грубо говоря, здесь идут три такие длинные. Эти здесь длинные, на родном моторе здесь, на рестайле, они немножко другие, они маленькие. Соответственно, нам надо поменять косу, дальше нам надо поменять здесь вот полностью весь этот пластик, топливную рампу, заменить форсунки для того, чтобы у нас мотор не отличался от рестайла. Ну и привести его в порядок, помыть, почистить, но чтобы убрать весь вот этот пеницерин, который здесь отложился за долгие годы. У нас уже какая-то черная линия, нескончаемая с этой тачкой, ты уже мог это понять, как и наши подписчики. И я очень переживаю за тот факт, что эта мотор может воткнуться, но не заведется, то есть она не поедет. 50 на 50, это как встретить динозавра или не встретить. Я просто переживаю, себе машину оставляю на улице до месяца, и прихожу, и думаю, что она не заведется, а тут, блин, 15 лет. Когда он ходил, когда он был заведенным, мне было... Короче, я под стол ходила еще. В принципе, мы все вынули, вытащили, и сейчас, получается, нам нужно что сделать? Нам нужно вот эту коробку отцепить. Нам надо поженить, да, поженить мотор, новый мотор с коробкой. Чтобы у них там брачный период случился. Да, чтобы у них получился брачный период, чтобы они начали работать вместе. Коробки все абсолютно идентичные. Снимем коробку, отдадим бублик в ремонт, потому что у нас была ошибка по бублику, ну, гидротрансформатор по-другому. Не, я лучше бублик называю. Ну, для этого, я думаю, она заведется и поедет на замер мощности. Ребят, сейчас происходит исторически важный момент. Мы будем сращивать новое сердце нашей малышки на минуточку, на секундочку с пробегом всего 80 тысяч километров. Со всеми старыми ее органами. И факт, вообще шанс того, что она заведется, очень низок. Поэтому прямо сейчас я попрошу вашей энергетикой помочь данному моменту. Вот делаем пальцы вот так, все дружно, молимся и запускаем процесс. Погнали. Да, конечно, очень смешно. На тот момент я даже не знала, что никакого брачного периода нашего карабаса с движком не случится. И ближайший месяц уж точно, а с того момента аж два месяца. А все потому, что мы придем к решению, что надо нашу тачку сначала, сказать, отштукатурить. Я вчера села просто посчитать смету по Ольге Семеновне. И знаешь сколько. Я не хочу выпендрежничать или как-то играть на деньгах. Но мы потратили за два месяца восстановление полтора миллиона рублей. Сколько? С учетом ее покупки за 420. Я считала все там. Потом эвакуатор до замера скорости, замер, эвакуатор обратно. Короче, все суммируя, полтора миллиона уже ушло на нее. Мы купили мотор за 250. Потом трассу новую сейчас еще заказали. Я не знаю сколько трасса стоит, но ее, короче, заказали. Мне потом озвучит ценник, чтобы я сразу не пугалась. Я думаю, что еще точно ляму вкинем. Да в смысле? А ты, ну вот о чем говорил Давид? Типа, если ты хочешь восстанавливать эту тачку, то готов выкладывать огромные деньги. Потому что, чтобы довести ее хотя бы до около музейного состояния, ты должен вкинуть, ну, большие бабки. Не помнишь, сколько ты мне причинила боли? Прошло немного времени. И как вы видите, вид автомобиля немножко изменился. Мы, значит, разобрали автомобиль, сняли всю подвеску, устраняя некоторые проблемы при демонтаже закисшей болты и так далее, которые ломались и оставались в кузове. В данный момент мы повесили ее на такую конструкцию, которая называется кантователь кузова. Для того, чтобы она здесь жестко и хорошо держалась, придумали специальные кронштейны именно под этот кузов, чтобы жесткость не нарушилась и, соответственно, кузов у нас не упал. Теперь будем устранять все последствия коррозии. Соответственно, будем вертеть кузов так, как нам надо. Он будет вращаться вокруг своей оси для более удобной работы и для устранения всех косяков, которые есть по кузову. Вот лежит куча запчастей, которые от этой BMW. То есть здесь у нас присутствуют два мотора. Один мотор новый, другой мотор и старый убитый. Отсюда мы заберем КПП. Соответственно, некоторые мелкие датчики и некоторые агрегаты двигателя переставим на новый. Доброе сонное утро, ребят. Мы приехали... Блин, ты как будто пилак. Нет, я просто спать хочу. И вот тут у нас такая машина немного на боку. Это машина Нео. Она такая... Обратите внимание, что сейчас в нашем сервисе стало намного меньше места, но намного больше деталей. Это все детали, как я понимаю, от нашей бэхи. Это у нас выхлопная система. Это подрамник. Это еще что-то. Это еще один подрамник. Все остальное защиты двигателя, которые здесь отсутствовали просто. То есть не двигатели, а защиты днища. А, и это как раз сюда помещается 80 литров бензона. Все, что мы вынули вот в эту коробку, это все будет перешиваться, переделываться. Ну, короче, полная реновация салона. Это то, за что мы отдали около 100 тысяч. Совершенно верно. То есть мы это снимаем уже, когда... Приехали мы в очередной раз в Баварский гараж забрать вторую часть запчастей. Ангелина привела оплату как раз за одну и расстанемся с деньгами. Купили у Баварского гаража. В итоге мы двигатель, детали, подвески, все, что необходимо, выхлопную систему. Забрали все молдинги декора, все, что нам нужно для автомобиля. И в данный момент передаем оплату. Все, счастливо. Это новый руль? Классный новый руль, держи, М. Блин, у меня такой же на шестерке моей. Но самое-то главное, на нем нету колхоза под названием Хамон. Я думаю, почему он такой красивый, а он просто без этой дурацкой обшивки. У нас машина будет в музейном состоянии, поэтому мы будем, скорее всего, еще и руль перешивать. Объясни, что вот это такое? Это кантователь кузова для УДУ. Работа с кузовом, то есть по переварке днища и всего остального. Ну, сейчас я могу полностью рассмотреть ее днище и сделать еще одну фотографию через дырку. У меня будет скоро коллекция фотографий через дырки этой машины. Ты же это не видела? Оу, шит! Это такой ужас. А вот этого ты не видела, да? Это задняя панель. Хорошо, чтобы наши зрители лучше понимали, какой сейчас этап реставрации нашей семерки, как я понимаю, будет сейчас пескоструй. Да, будем пескоструй, соответственно, вырезать все гнилые элементы, соответственно, менять на свежий металл и приводить днище в порядок, чтобы оно проходило еще там сколько-то лет. А пока все детали сняты из салона, мы эти детали будем отсылать в БГТ, чтобы они уже начали заниматься перешивкой всего вот этого добра. Ну и, соответственно, после пескоструя все будет устанавливаться обратно и уже наводиться марафетом. Это на нее колеса новые? Это, да, новые колеса, которые надо восстанавливать. Слушай, они такие красивые. А, ну да, они же не Хамон, поэтому они как бы красивые. А это правда, что если очень сильно накачать шину, открыть ниппель, и на тебя как бы воздух будет выходить, как на Мэрилин Монро? Можем здесь попробовать. Как я специально надела сегодня белую толстовку, потому что мы еще можем снимать эту белую машину. Ой, вот так вот я нахожусь сейчас внутри нашей семерки. Она абсолютно раскручена. То есть здесь единственное, что осталось, это проводка и руль Хамон. Он будет с ней вот до конца, пока мы его не поменяем. Я сейчас увидела полный масштаб бедствия этой тачки. Конечно, это жестко очень. У меня столько рыжиков, которые разъели ее, как будто саранча ее покусала конкретно. О, да, вы только что увидели каразинные лишаи. Если вас прихватило в сердечке, то лучше отойти вам от экранов на ближайшие 10 минут, потому что дальше будет твориться такой пистейшн, что у вас, не дай бог, может произойти что-то с организмом непоправимое. И потом еще напишите на меня какую-то заяву. Поэтому отходим от экранов. Все остальные с крепкими нервами остаемся. Let's go. Я жива, хоть и очень сильно расклеилась, но я думаю, сейчас в таком же состоянии наша семерочка, которой я приехала, и вот ее поддержать морально. Коля скрывает от меня, что там происходит вот за этой дверью, но он говорит, что там что-то вообще пипец страшное. И сейчас я разузнаю, что это. Но не виделась я уже с ней где-то полторы недели. Ну что, последний раз она была вот в таком диагональном положении. Я была в горизонтальном положении два дня, так что я очень хорошо ее понимаю. Ребят, можно к вам зайти? Тут все за какой-то ширмой скрывается. Дышать прям сложно. Ёшки-матрешки. Да вы ее тут сильно залюбили, я смотрю. Офигеть. Она такая пыльная или белая, или... Я просто не могу понять, в каком она состоянии сейчас. Не, ну я вижу, что ребята поглумились над рулем Хаммон. Вы специально его не стали снимать, чтобы, скажем так, уничижить его, да? Руль Хаммон легендарный, который вы видели в предыдущих сериях, он, ну, просто ему, ему просто хана. Как бы видно, можно сделать вывод, что просто умирает Хаммон и возрождается оригинальная Е-38. Жень, ты здесь? Да. Короче, что происходит, я совсем не могу понять. Надо же выше машины поднять. Да. А, чтобы я увидела, что у нее внизу? Да. Что-то внизу. Ну, как я вижу, все вот эти моменты, вот этот момент коррозии, да? Здесь все, что такое очень не в рове и с кузовом, это все, что было плохое. Все, что сейчас, получается, пескоструется. Я просто привкушаю, что будет через, там, ну, минутки три. Поэтому мне очень нравится твоя реакция текущая, что, типа, ну, все окей. Не, ну пока все нормально. Просто я смотрела на досуге, пока болела понторезку академика, что у него там скрывалось его рейджом. И, в принципе, в чем плюс Ютуба, ребят? Вы думаете, что все выглядит куда получше, чем есть на самом деле? Потому что камера зачастую не передает все вот эти вот моменты. Я поначалу думала, что его рейдж в нормальном состоянии. Потом, когда его начали пескоструить и покрывать уже потом пленкой, ну, я увидела многое, что скрывала камера. Сейчас я тоже что-то увижу, да, Коль? Пока мне не смотрят, что там, да? Блин, да что ж такое? Вы предупреждайте меня, это я так боюсь. Ой-ой-ой, она вся сыпется. У тебя нету еще одной? Еще? Маски. Так, а что такого? Ну, здесь от кузова, на самом деле, несущие элементы в отличном состоянии. То, чего мы, грубо говоря, не ожидали. В пескоструем вскрылось очень многое. Подожди, а вот это типа, это что такое? Это дырка, это коррозия уже. Вот, пожалуйста. А, в смысле? А вот это следы ремонта? Это следы ремонта, да. Просто как бы заглотали ее и все. Здесь под нищу повскрывалось. То есть все, что песок мог пробить, он все пробил. То есть вот здесь вот, видишь, вот как решетой идет. Оу, шит. Ну, вот эти сквозные дыры, как бы уже просто даже о них не говорим. Это уже как бы по стопу, так сказать. Ну, да, да, да. Да, это как будто российский сыр. Здесь вот то, что варили, ну, то, что я уже показывал, да. Понимаешь, что порога, ну, нет. То есть это другой порог. Это другой порог, это порог новый. То есть уже меняли пороги на этой машине. То есть вот это, что мы сейчас смотрим, вот это вот я вижу, припаяно. Это не родной порог. Приварено, да. Да. Совершенно верно. Это уже помененный, и он уже в плохом состоянии. Нет, порог в хорошем состоянии. Он плохо помененный. Тут даже сварку делали некачественно, точками. Так нельзя делать, потому что через вот эти щели пробивается вода, сырость, и он начинает гнить. Тут все было в ржавчине. Вот даже сейчас могу чуть-чуть герметик оскорбить. Вот, пожалуйста, там уже ржавчина. Ну, это окей. Это все лечится. Это в наших реалиях нормально, в принципе. Да, это все лечится, это все сделает. Так, как я понимаю, это та самая дырка, через которую мы делали то легендарное фото. Да, 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 совершенно верно, вот оно. Это все надо будет еще добивать, части будем вырезать. Куски, я думаю, то, что если все будет хорошо, то... Ой-ой-ой, хвостик прошел. Нет, Коля, это какой-то фатум, я не могу больше так. Я хочу его претерпить прямо в таком состоянии. Я умываю руки, просто умываю руки. Я сделаю сейчас объявление на дроме с учетом моей моральной компенсации стоимостью этого кузова и выложу его прямо там. А кому интересно и кто реально готов купить, переходите по ссылке внизу, скачивайте дром, ищите там объявление, я задам параметр поиска там же. И смотрите, и покупайте. Это вот задняя панель, здесь будем его целиком вообще вырезать, новую ставить. А это получается запасная. Это ниша запасного колеса, да. Вот это что такое? Вот это вот, видишь, вот эта проводка вот здесь проходит, должна проходить. Это просто какой-то ужас, как будто какие-то крысы, которые питаются металлом, все это изъели и были очень беспощадны. Тут тоже, собственно, у нас дырки везде. Вот, пожалуйста. Все сгнившее. Это металл, типа. Это металл, да. Так сказать, бывший металл. Кошмар. Это придется все резать, переваривать. Вот, вот это все. Тут, видишь, пытались уже ремонтировать, делали, старались. Аккуратней. Можно без пальца остаться. Просто жесть. Ну, работа, как бы, скажем так, после пескоструи прибавилась раза в три. Все, короче, коррозийные места, все зачистили, все убрали. Осталось протравить это все. Соответственно, обработать химией, все сделать, и все будет нормально, я думаю. Вот это что такое? Как это, такого состояния могло проесться? Я просто понять реально не могу. А мы на этом ехали, ты понимаешь? Блин, просто жесть. Просто жесть. Я ничего против ее состояния не имею. Она, на самом деле, очень выносливая, но просто представьте, если бы меня запихнули в реагенты на почти 30 лет. Мне кажется, что от меня вообще бы ничего не осталось. Все равно же будет все меняться, да? Конечно, кусками будем вырезать. А можно мне какой-то жесткий примет? Тимур, дай, пожалуйста, отвертку большую, вот эту плоскую. Сейчас будет мой любимый момент. Мощную. Такая нормальная отвертка. Подожди, мне нужно раздеться для этого. Подожди. Так. Выглядит очень хлипко, но она достаточно упертая. Гляньте лучше. О, вот это хорошо сейчас пойдет. Просто такой... Смотри. Вот это ты видишь? Жесть. Я расковыряю туда-сюда, болтаю. Ты это видел, да? Не, но опыт-то у меня уже имеется после гелика. Ох ты. Жесть. Но я теперь поняла, из чего машина сделана. Шел 66-й день нашего проекта. За все 66 дней я села в эту машину один раз. Один раз. Как раз 66 дней назад, когда мы ее купили в Минске. На самом деле, когда я покупала эту машину, я думала, что я покупаю ее для удовольствия. А сейчас то, что она приносит мне, моим дорогим сотрудникам, моему кошельку, это только боль и страдания. Я думала, я куплю ее, и уже спустя там две недели, окей, месяц, я смогу поднять баварский флаг, поднять флаг сервиса БГТ. Но вместо этих двух флагов я поднимаю белый флаг, потому что я уже не могу. Я просто хочу реально сесть и покататься. Но эта машина, она будет стоять здесь, пока она не доделается. А все почему? На самом деле, мы сами себя закопали, потому что мы хотели как можно скорее, быстрее закончить этот проект, чтобы до Нового года успеть подарить кому-нибудь ее вот из вас, из тех, кто смотрит. Этим самым мы себя и закопали, потому что эта спешка привела к тому, что никто не чувствует в этой машине какой-то вот жизни. Она как будто, знаете, вот как будто вот я все тачки, которые покупала под проект на мой канал, мне хотелось на них ездить. Я на них ездила, рассекала, пилила контент. А сейчас эта машина стоит, и я уже не знаю, что с ней сделать, потому что ты долго не ездишь за машиной, ты теряешь ее под ощущение какой-то души. И я просто понимаю, что сейчас это какая-то черная дыра, в которую я вливаю деньги. Хотя в учебниках по астономии нам рисовали совершенно другие черные дыры, но вот, ознакомьтесь, она выглядит примерно вот так. И по моим подсчетам, эта машина съела уже не то, что больше миллиона. Она уже, вот цифра приближается где-то к двум миллионам. Я позволила себе быть наивной, когда купила эту тачку, не послушав других людей, которые говорили мне, Ангелин, ты будешь очень много денег на нее тратить, еще больше, чем на М5-Е60, больше, чем на Гелик. Вместе взятые эти тачки, они вообще ничего не стоят по сравнению с этой машиной, чтобы ее обслуживать, чтобы ее довести до идеала, будет очень много денег затрачено. И это правда. И это горестная правда, которая вот ударила мне в затылок, и я только сейчас начала это понимать, когда уже нету возможности пустить это все дело в обратку. То есть, есть возможность только довести это до конца, но я понимаю, что у меня уже не хватает средств. Просто я уже настолько истощена этой тачкой, и это дико меня убивает, потому что я, с одной стороны, хочу довести ее до музейного состояния, ведь я обещала вам, я обещала в первую очередь себе. А с другой стороны, я понимаю, что слишком много денег в нее вбухано, и еще есть другие проекты помимо нее, и вы в курсе, что есть и другие проекты помимо нее. Что-то вот точно одно из всего вот этого балагана я знаю Если ты за что-то взялся, доведи его до конца Потому что ответственность перед подписчиками Это самое важное, что у меня сейчас есть Я должна как-то себя хорошо показать Я маленькая девочка пыталась вот выставить эту машину И вроде бы у меня пока сейчас получается Вот смотря на нее с такой вот точки зрения диагональной На самом деле что-то получается реально И я думаю, что в ближайшие месяц-полтора Мы завершим этот проект и все будет хорошо Но самое обидное для меня это то, что я на ней не катаюсь Вот это вот прям упущение всей своей жизни Я посмотрела фильм Бумер, Бумер 2 Я представляла себе, что я буду разъезжать по осенней Москве В кожаном плаще в этой машине А по итогу все это время эта машина провела в сервисе И то есть когда мы ее закончим Мы сразу же ее должны будем разыграть Но знаете что? Вы подождете Вы ждали уже три месяца Вы подождете еще пару недель Потому что эти пару недель я буду кататься на этой машине И наслаждаться тем, какой она стала Какой вот она была жабой А после моего поцелуя она превратилась в настоящего принца Нуаааааааааа